И сейчас мы позовем Высшее Я, которое сможет нам ответить на вопросы по теме уровня жизни. Высшее Я, приди к нам. Один, два, три. Да, я вижу поток, он почти прозрачный, и он как бы даже просвечивается, но я понимаю, что он есть. Считаю его, пожалуйста, генетический год по структуре эфирной ДНК. Вас создай оригинальный образ, проведи идентификацию, как у Майча говорит, зеленый или красный. Да, зеленый. Хорошо. Здравствуйте, Высшее Я. Мы хотим Вас спросить, Вы сможете нам ответить на наши вопросы? Вы готовы с нами пообщаться? Да, готовы. Высшее Я, скажите, пожалуйста, какие есть уровни в жизни, невидимые и неоткрытые людьми? Простение, камни, вода, воздух. В глубину, в глубину, в высоту, и в ширь, и рядом все есть. Все есть в жизни. Да, это все. Спасибо, пожалуйста. А как их увидеть и с ними взаимодействовать? И нужно ли? Нельзя вскрыть то, что сокрыто. Если можно, то оно откроется. Иначе нельзя. Так, это недоступно для людей? Так должно быть. Границы должны быть. Не должно смешиваться. Иногда смешивается и происходит нарушение. И приходится изъять там, где нарушилось. Что-то где-то теряется. Поэтому это хорошо, когда нет нарушения. Но иногда так получается. Да. Спасибо. А на каком уровне обитают духи? И вообще, живут ли они в своей жизни, согласно человеческой понимании? Есть ли личность? Духи, они обитают везде. Это и есть их жизнь. А они там просто есть. Но потом приходит задача. И его забирают. Как бы дают ему другую задачу и тело. И он идёт работать. А тогда он может находиться в состоянии духа. И это его жизнь тоже может быть. Но есть другие духи. Духи места. Духи растений. Они есть всегда. Это другие духи. Угу. Это всё. Спасибо большое. Ещё вопрос. Когда человек чувствует тревогу, волнение и беспокойство, может ли это сигнализировать о взаимодействии с иными уровнями? Да, может, они дают о себе знать. Они помогают человеку не спать, когда надо не спать. Когда надо ему что-то в своей жизни предпринять. Тогда, да, они могут помогать. Да, это всё. То есть это маячок, да? Да. Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли попасть на другие уровни в физическом теле и вернуться в здравом уме и памяти? Редко, почти невозможно. У человека внутри есть время. Оно нарушается. И он помнит и не помнит. Структура мозга страдает. От этого он не может сказать, что есть сон. А что есть не сон. Очень редко. Это всё. Спасибо. Ещё вопрос. Является ли туман и другие природные явления личностями с осознанным проявлением? И кто за это отвечает? Да, это духи, стихи. С ними можно договориться. Они настоящие. Они и отвечают. Ибо у них есть. Есть основа. Это творец. А они его творения. Всё это есть. Это всё. Спасибо за субтитры Алексею Дубковскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубковскому. tenim. Кaiah в﹝ ВföricularUC. Продолжение следует...